Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Начинаю я его с моментов своего утра. Хочу показать вам свой утренний уход за кожей лица. Я же как-то в своих видео показывала, но, может быть, кто-то пропустил, и будет интересно посмотреть. После души или после умывания я всегда наношу тонер, другими словами, тоник. У меня вот такой тонер от Piancon Yul. Раньше я не всегда наносила тонер, но на самом деле во время умывания у нас нарушается PH кожи, и вот чтобы его восполнить, привести в норму, то лучше всего наносить тоник. После тонера наношу сыворотку. Очень удобно, что она у меня набирается пипеткой. Я наношу также еще на зону шеи, по возможности на зону декольте. Вообще я очень люблю корейскую косметику, и мои любимые бренды корейские косметические — это Piancon Yul и Benton. После сыворотки я наношу крем под глаза и крем на лицо, и также делаю легкий массаж. Может быть, конечно, я его неправильно делаю, но я как-то здесь руководствуюсь интуитивными ощущениями, как мне нравится. Может быть, даже со стороны это смешно смотрится, но вот у меня как-то так. Так что вот такой у меня уход за кожей лица. Всего 4 шага, как мне кажется, простых. Иногда делаю еще тканевые маски, иногда наношу патчи под глаза, но это реже, а вот такой уход стараюсь делать каждый день. У меня тем временем уже на кухне посудомоечная машина помыла посуду. Буду сейчас все разгружать. Вы знаете, у меня как-то периодами чаще я посудомоечную машину запускаю на ночь, но иногда бывает такое, что график сбивается, и наоборот я включаю ее с утра. Но чаще всего, наверное, как и многие, мы посудомойку включаем один раз в сутки. У меня давно, кстати, на канале не было видео из моей кухни с какой-то уборкой, мотивацией с кухней, но вот, наверное, кто-то по ней соскучился. И как раз сегодня буду наводить здесь порядок. Я вообще очень люблю, когда на кухне чисто порядок, хотя на самом деле у нас здесь чисто бывает очень редко, потому что семья большая, все постоянно либо едят, либо кусочничают какие-то перекусы, и чаще всего кухня бывает чистая только утром, когда муж на работе, дети в школе, в саду, и я люблю, чтобы хотя бы несколько часов полюбоваться на эту чистую убранную кухню. Мне еще очень нравится, когда пустые по максимуму столешницы с минимальным декором, всю какую-то технику и посуду я стараюсь убирать в шкафы. Для кого-то, наоборот, это скучно, но лично мне так очень нравится. Кстати, для новых подписчиков, ребят, у меня на канале есть подробный рум-тур по нашей кухне, где я все рассказываю, озвучиваю стоимость и техники, и вообще кухни в целом, так что оставлю на это видео подсказку. Ребят, сегодня я хочу показать вам, какой у нас недавно появился камин. Мы очень давно выбирали камин, долго искали в интернете и как-то во время очередных поисков наткнулись на просторах интернета на сайт YOLA Home. И вот такой замечательный камин у нас появился, мне кажется, он просто потрясающий. Во-первых, здесь эффект натурального пламени, но при этом камин абсолютно безопасный, даже если у вас есть маленькие дети. Для нас, конечно, это очень актуально, потому что у нас младшему сыну еще нет трех лет, поэтому такой камин можно даже ставить в детских комнатах, можно его поставить даже под телевизор. Здесь есть целых 32 цвета эффекта пламени для того, чтобы создать еще больше уюта в вашем доме. Давайте, ребят, покажу вам, как переключаются цвета пламени. Нажимаем на вот эту лампочку. Конечно, наиболее приближен цвет к цвету пламени – это красный, оранжевый, желтый, но другие цвета тоже очень красивые. Такой алый просто потрясающий. Для детей, конечно, это особый вид развлечения. И также можно менять цвета пламени с пульта. Тоже очень удобно, если, например, сидишь, смотришь телевизор на диване, то не нужно никуда вставать, чтобы переключить свет. Также у камина можно менять интенсивность пламени вот этой кнопочкой. Видите, да, становится сильнее. Но наиболее такой натуральный эффект, как мне кажется, достигается вот на среднем уровне. И также можно выставить таймер. Кнопочка таймера. Допустим, чтобы камин работал один час или два часа или три часа. Вот. И еще очень удобно, что есть голосовое управление. Hello, fireplace. Yes, better. Color blue. Yes, better. Color white. Yes, better. Color orange. Yes, better. Max fire. Fire maximal. Ребята, принцип работы электрокамина с эффектом пламени основан на увлажнителе воздуха. Из емкости вода автоматически дозируется в испарителе увлажнителя. При испарении воды образуется пар, который подсвечивается специальными световыми лампами, и тем самым создается эффект пламени и дыма. Получается, что заправка камина происходит в полуавтоматическом режиме, но также есть возможность подключить камин и к центральному водоснабжению к доме, и вообще не беспокоиться о заправке. И сразу скажу, что пар из камина лишь немного меняет влажность в доме, так что если у вас сильная влажность в квартире, в доме, то не стоит беспокоиться. И хотела вам еще рассказать, как заправлять камин. Я первый раз заправляла с помощью обычной покупной воды, но, конечно, лучше всего, как и любую технику, заправлять дистиллированной водой, чтобы техника, чтобы камин прослужил дольше. И в комплекте к камину идет вот такой шланг, с помощью него закачивается вода, то есть один конец вставляется в емкость, второй вставляется в специальное отверстие, сделать это все достаточно легко и быстро. И также, если камин нужно переместить куда-то в другое место, например, перевезти на дачу, в дом, то можно воду выкачать из камина. И на полном баке камин работает целых 14 часов. Огонь! Другой, что? Тут чечет кое-что. Где? Где там чечет? Вот, Зарин. Вот он, седеный. Сортый! Ребят, если вы тоже ищете себе камин, советую вам присмотреться к каминам YOLA HOME. Ссылку на их магазин я прикреплю внизу в описании под видео. И также, по моему промокоду будет скидка 10%. Вам нужно лишь при оформлении покупки сообщить промокод оператору. Ребят, я давно хотела вам показать, но все время забывала, какие у меня появились красивые фиалки. Посмотрите, вот такие пышненькие. Мне их летом привезли родители из Ульяновска, их передала мне моя бабушка. Я вам уже рассказывала, что у меня бабушка живет в Ульяновске. Тут уже какие-то цветочки завяли, но они так пышно цвели. Вообще, у меня среди комнатных растений фиалки самые любимые. Только начала снимать, и, конечно же, Рыжик пришел. Он, кстати, как-то однажды перевернул здесь пару горшков. Он не ест их, не роет землю, но вот нюхает постоянно. Видимо, такие запахи, ароматы. Рыжик, куда ты полез? Куда ты полез? Дай показать фиалки. Вот так вот, значит, да? Вот, наверное, он и в прошлый раз вот так вот, наверное, ходил, горшки перевернул. Так, Рыжик, можно я тебя пока вот сюда перемещу? Вот сюда тебя перемещу и покажу моим зрителям фиалки. В общем, у меня у бабушки, видимо, такая легкая рука, потому что, что бы она ни посадила, все растет. А у меня, знаете, фиалки постоянно гибли. И вот это, наверное, первые фиалки за всю мою жизнь, которые у меня уже простояли, ну, сколько, наверное, месяца три. И они вот такие пышненькие. Я сначала думала, может быть, пересадить их в горшки, потому что они посажены в такие простые пластиковые упаковки. Но мне бабушка говорит, нет, лучше их не трогай, пусть они растут. Если захочешь, то просто возьмешь листочек и уже отсадишь его, и там уже посадишь в горшок. Вот, так что такая красота. Я еще из комнатных растений очень люблю замиокулькас, например. Но вот все-таки фиалки я люблю больше. Пишите в комментариях, кто так же, как и я, любит фиалки. Хочу вам еще показать вид сейчас из наших окон. Мне так нравится это время. Такая теплая осень. Каштан уже начинает желтеть. Ну, так красиво, вот когда солнечная погода, так красиво отражается тень от листьев на кухне. Обожаю, когда такая красота за окном. Но на самом деле у нас здесь в любое время года красиво. И зимой здесь очень красиво, когда на ветвях снег лежит. И весной тоже красота, когда каштан цветет. Но я все в своих видео вам уже показывала. Кто постоянно смотрит их, уже, я думаю, помню. Так вот свет здесь всегда на кухне красиво падает. И сейчас такое время, когда не жарко. То есть можно спокойно здесь посидеть. В квартире еще отопления нет. В общем, у меня сегодня какие-то чувства, эмоции нахлынули. Все, надо уже приходить в себя и браться за работу. Нужно сейчас помыть холодильник. Все-таки я собралась с мыслями и приступила к мытью холодильника. Вообще, это такое дело, которое я, наверное, не очень люблю. Одно из моих нелюбимых дел по дому. Но все-таки периодически делать это надо. И мне очень нравится, когда в холодильнике не только чисто, но еще также минималистично в каком-то роде. Я не люблю, знаете, когда холодильник полностью заставлен, когда его открываешь, там везде кастрюли, кастрюли, какие-то покупки, соленья, варенья. Хотя я знаю, что многие, наоборот, так любят, чтобы были всегда большие запасы, чтобы в любой момент можно было подойти к холодильнику и там всегда было что поесть. Но я, наверное, из тех людей, которые лучше почаще будут ходить в магазин, что-то покупать. Но вот в холодильнике мне нужно, чтобы немного здесь воздух был, так сказать. Иногда даже ко мне мама, когда в гости приезжает, открывает холодильник, посмотреть, что у нас есть, покушать. Говорит, что опять пусто, что у нас мышь повесилась. То есть, ну вот в каждой семье заведено по-своему. Мы, наверное, из тех, которые не любим на много, там, на неделю наготавливать. Я люблю, конечно, какие-то заготовки в морозилке, но вот что-то на плите я готовлю, как правило, на два дня. У нас еще очень много в холодильнике молочки, потому что нам дают молоко и для Ромы, ему вот скоро будет три года, и для Родиона, среднего сына, тоже пока еще дают молоко, ему скоро будет шесть лет. И молоко дают на месяц, достаточно много. Нам молоко всегда пригождается, потому что я и кашу варю на молоке, и просто дети пьют молоко, и для кофе муж использует. Так что всегда в холодильнике молока у нас много. И не буду подробно комментировать какие-то действия свои, думаю, так все видно. Хотела, ребят, еще на фоне поговорить с вами на ту тему, которую затронула в предыдущем видео, и сказать вам большое спасибо за такой огромный отклик. Вы мне столько написали комментариев по поводу работы, по поводу выхода из декрета. Кто-то поделился своим опытом, потому что сейчас в конце ноября передо мной встанет выбор выходить на работу после шести лет декрета, либо писать заявление об увольнении. И я все прочитала, то, что вы мне написали. И один из первых комментариев мне девушка написала, что развивайте свой канал, набирайте аудиторию, берите больше рекламы. И, наверное, вот этот комментарий наиболее лучше отражает мое на сегодняшний день состояние души. Я действительно была бы очень рада, если бы мой основной источник заработка был мой канал. Я понимаю, что не все, да, скорее всего, наверное, многие не любят смотреть рекламу, кого-то она бесит, хочется быстрее перемотать. Многих она раздражается, люди пишут комментарии, что опять это реклама, что слишком много рекламы в видео. Но я думаю, что вы уже не от одного блогера слышали, что съемка, монтаж видео — это колоссальная работа, это отнимает много времени, особенно монтаж. Я всегда говорю, что снять — это даже, наверное, меньше, чем полдела, а вот смонтировать, озвучить — на это нужно очень много времени и сил. Я начинала свой канал вести в 2017 году. Изначально, конечно же, это было как хобби, и, наверное, на протяжении лет трех у меня вообще не было никакой рекламы. В течение первого года я даже не подключала монетизацию, мне казалось все это каким-то ненужным, далеким. Сейчас мне продолжает нравиться вести свой канал. Я не могу сказать, что я делаю это только из-за денег. Может быть, кто-то, конечно, мне не поверит. В общем, мне бы очень хотелось, чтобы любимое дело совместилось с заработком. Это, конечно, был бы для меня оптимальный сценарий. Закончила я, наконец-то, навела порядок в холодильнике. Вот так вот все сейчас выглядит. Сюда переставила на эту нижнюю полочку молоко. Молока у нас всегда много, потому что на молочной кухне дают много молока. Но я варю кашу на молоке, муж кофе пьет с молоком, так что самое то. Молоко, кстати, хорошее, вот это нам нравится. Ну, нам, конечно, закупку продуктов надо сделать в ближайшее время. Но я рада, что теперь все чисто. Теперь продукты можно ставить в новый чистый холодильник. Кстати, мне кажется, у всех в холодильнике боль, как организовать вот эти вот всякие вдок... Как они правильно? Докпайки называются. Вот эти, в общем, упаковочки такие. И боль, потому что они постоянно на полке в каком-то хаотичном порядке. Ну, вот я их вот так вот сложила. Вроде бы более-менее стоят. И вчера вот плов готовила в мультиварке. Обычно я перекладываю второе в стеклянные контейнеры. Мне нравится, как они красиво смотрятся в холодильнике. У меня их три штуки. Надо еще один докупить. Большой. Но там уже мало осталось плова, поэтому не буду перекладывать. Сегодня доедим и помою. Вот. Так что, вот так. Еще сегодня мне нужно почистить раковину на кухне. Показываю вам все, как есть. Без прикрас. Вот в таком ужасном состоянии сейчас находится раковина. Несмотря на то, что я, ребята, ее недавно мыла. Вот видите, вот здесь вот такую границу, да, белую с налетом. Дело в том, что я пыталась раковину отмыть кислородным отбеливателем. Я попробовала так на даче белую раковину отмыть. И белая раковина кислородным отбеливателем отмылась просто шикарно. Просто там я вам уже рассказывала, да, что нельзя никакую химию использовать, потому что у нас лоз. И кислородный отбеливатель прекрасно справился. И я, значит, по тому же принципу думаю, дай-ка я помою черную раковину в квартире, потому что она очень сложно отмывается, даже силит бэнк ее не берет. Короче, сейчас буду отмывать вот таким средством. У меня такое средство уже было, мне как-то присылали его на обзор. И я как-то сначала скептически отнеслась, а потом оно мне так понравилось, что я даже перестала покупать силит бэнк. Отлично справляется вот именно с таким белым налетом известковым. Если что, ребят, это не реклама, потому что сейчас я заказала уже на Азоне за свои деньги. Стоит всего 200 рублей. Вот реально очень советую. Я еще отмываю им также сантехнику в ванной комнате. Так что давайте сейчас вместе со мной посмотрим, отмоется это или нет. Сантехнику в ванной комнате. Могу сказать, специально подождала, чтобы раковина немножко подсохла. Стало гораздо лучше, но вот этот белый налет от кислородного пятновыводителя так и остался. Честно говоря, пожалела, что здесь кислородным пятновыводителем выводила. Вы поняли, да, что я просто залила воду, кипяток до вот этого уровня, растворила там. И у меня, не знаю, наверное, минут 15 стояло. Ой, намучилась я уже, честно говоря, с этой черной раковиной. Вот здесь вот тоже остался какой-то налет. Мне кажется, это я что-то горячее оставила. Чайник или кастрюлю. В общем, беда. Вот сейчас у нас на даче белая раковина. Могу сказать, что с белой раковиной гораздо проще. Друзья, на этом я буду заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Также заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я стараюсь каждый день что-то выкладывать, либо полезное для вас, либо наши новости. До встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok